Владимир Вольфович, конечно, подводя итоги 2014 года, которые очень сложны для нашей страны, очень хочется сразу начать с самых проблемных таких точек, но все-таки беседуем мы с вами, с лидером ЛДПР, и хочется спросить как раз о том, к какой вехе сейчас в своем развитии подходит партия, что к этому моменту вы можете отметить сейчас и в этом году, что было сделано, и вообще за 25-летнюю историю, вот что вы хотите рассказать? Ну 25 лет и для человека, это уже такой рубеж, все-таки школу окончил, вуз, армия, как я? Четверть века. Четверть века. И уже женился, я помню, то есть это уже, так сказать, первая ступень зрелости. Для политической партии, для нас, для ЛДПР, это уже, наверное, третья ступень зрелости, потому что 25 лет, у нас 6 компаний, крупнейшие в Государственную Думу, и постоянно мы там находимся, и в пределах 50 депутатов, больше всего у нас было 64 депутата, и 5 президентских компаний. Ни одна партия в России этого не прошла. Ни по возрасту, 25 лет нет никому, ни по активности, участия в различных избирательных кампаниях. Ну это техническая страна, количество членов партии, у кого-то больше, у нас 250 тысяч, 500 там штаб-квартир, сотни машин, оргтехника, миллионы тиражей газеты, журналы наши, агитация, пропаганда, все на самом высоком уровне. Съезды мы проводили с самым большим количеством участников в мире, в мире более 6 тысяч человек. У нас был съезд, другие поменьше. То есть все количественные показатели мы достигли, и я не уверен, что другие партии этого достигнут. Но теперь наша работа, вот в идеологии, мы сделали то, что не удалось другим партиям. Они просто не обращали внимания или не хотели. Русский вопрос. Сегодня он в повестке дня, и он в огне. Вот Донбасс сегодня, это мы защищаем наших соотечественников. И Киев все делает именно во враждебном отношении украинцев к русским. А мы вопрос поставили 25 лет назад. Или устройство страны. Вот сегодня Украина и Донбасс появились, потому что было нарушено устройство, заложенное при царе. Сознанное национальной республике. Мы были против этого. Та же Украина. Договор о дружбе, 98-й год. Только ЛДПР против. Все за. Кнопки, кнопки. Десятый год. Вот 4 года назад. Харьковские соглашения с Януковичем. Опять ЛДПР против. То есть, своевременная постановка вопроса, главного, идеологического. Сегодня у нас понятия всем, ну, уже привыкли. Наше ухо привыкло. Русский мир. Мы об этом и говорили. Русский вопрос. Это имелось в виду, как бы, вот наша новая идеология, укрепление, развитие русского мира, восстановление православия. Практически уже восстановлено. Вот. И не просто, как бы, призыв, как лозунг. Давай, защищаем русских. Но конкретно указываем на ошибки. Ошибка была территориальное устройство. Неправильное. Как при царе. Губернский принцип и все. Дальше помощь. Неправильная кредитная финансовая политика. То есть мы полмира кормили, половина мира прощали долги. И в результате это дает отрицательные показатели для нашей экономики. Никто спасибо не сказал. Никто. Это вообще немыслимо. Я полностью за взаимовыгодные отношения. Пожалуйста. У кого-то бананы, мы поставим станки. У кого-то мандарины, мы поставим вам гвозди. Там замки. Ну, то, что мы можем, то, что им надо, а мы у них возьмем то, что им. Вот Турция. Я хорошо знаю Турцию. Они прямо в газетах писали. Еще в советское время. Продаем орехи, строим фабрики. Мы действительно у них покупали огромное количество орехов. Для нашей экономической промышленности. Но на эту сумму строили металлургический завод. Нефтеперегонный. Только так. Ни копейки никому не давать. Не дарить. Сегодня наша страна была бы самая богатая в мире. Самая культурная, самая образованная. И не надо было агитацией заниматься. Люди бы ехали к нам. Вот сейчас полно туристов к нам ехают. Почему? Стало дешевле в России. Дешевле, чем в любой европейской стране. Из-за изменения курса валют. Но так могло быть всегда. Мы могли иметь на туризме те же доходы, что и Греция. Поэтому вот это все наработки ЛДПР. Вот вчера мы на днях обсуждали министра сельского хозяйства. До сих пор нету должного подъема сельского хозяйства. Почему у нас вдруг цены в магазинах стали подниматься? Поскольку мы завозим продовольствие. А если курсы поменялись в валюту, то естественно поднимаются цены. Мы ничего завозить не должны. Это все наше. Поэтому никакого отношения колебания курс не должно влиять на продовольствие. Мы предложили ЛДПР создать комитет по продовольствию. Это важно для всего мира. Это не было проблемой. Потому что нефть многие страны производят. А продовольствия не хватает всему миру. Но пашня-то у нас. Вы понимаете, что 200 миллионов га. Но такого нет в мире. Ни в одной стране, ни в одной точке мира. И 40 вообще бросили мы, не используем. То есть огромные возможности. Но мы мешаем, чиновники мешают. Под Москвой я 20 лет, а враг не могу получить, чтобы платить аренду. Я пользуюсь им. Я говорю, давайте я буду платить аренду. Попробуйте перебить этих чиновников. То есть чиновник главный тормоз в развитии России. То есть устройство уже прошло. Это как бы сложно вернуть. Но не помогать никому и развивать сельское хозяйство. Это искусственный тормоз. Это виноваты чиновники. Поэтому здесь... То есть, если я не ошибаюсь, мы в принципе сейчас сталкиваемся с теми проблемами, которые вы обозначили. Они были в 90-е годы. Конечно. Мы же все время об этом говорили. Армия, сколько мы предлагали, давайте, давайте. Ведь сегодня была бы другая внешняя политика. Мы сегодня хорошо... У нас недавно была встреча с министром урон. Идет мощное перевооружение армии. Но оно не закончено. А если мы лет 10 назад бы, 15 бы начали, сегодня была бы самая боеспособная в мире армия. Но армия... Здесь есть очень такой важный момент. Не все его понимают. Здесь пацифизм губителен. То есть армия это... Вот вы журналисты. Не будет у вас интервью? Какие вы журналисты? Не будет информации? Не будет экрана? Все. Вы никто. Так и армия. Без войны армия гибнет, к сожалению. Поэтому она где-то должна проходить боевую подготовку. Учения хорошо. Каждый месяц учения отлично, внезапно проводят. Но ведь американцы по всему миру свои войска используют. Им Украина почему нужна? На Балканах успокоилась. Кого уже там бить? Сербы, говорится, все, на коленях стоят. А вот по России ударить? Через кого? Только через Украину можно. Не через Балтику? Это их друзья, однополчане. Кавказ тоже там, Турция может что-то сварить какую-то кашу. Вот по Украине долбануть. И славяне показали лишний раз, что никакой солидарности нет. Мы зачем болгары освобождали от турок? Сколько тысяч, сотни тысяч солдат русских легли там? Болгары в Первую мировую против нас, во Вторую против нас с Гитлером и сейчас против нас. И завалили нам Южный поток. Зачем? Неправильная ошибка. Внешняя политика. То есть очень дорогая внешняя политика была. Частично виноватый царь. Больше всего виноваты коммунисты. Мы единственные, кто говорят. Советская власть была много достижений, но огромные ошибки. Ошибки национальный вопрос. Удар по крестьянству, по религии, по идеологии, по пропаганде. Вот сегодня русские на Украине нас считают врагами. Это последствия советской пропаганды. Так сделали, что русских там сделали украинцами. Я когда говорю о документах советских коммунистов, по-моему, 12-я пар конференции, там прямо говорится, что слабо идет украинизация. Мало русских становится украинцами. Вы что, это же вы сделали. Это вы нам устроили Одессу. Вы нам устроили Львов. Вы нам устроили Донбасс. Вы советские коммунисты. И они бессовестно этого ничего не признают. Только ЛДПР об этом говорит. Поэтому любой вопрос, если возьмем, из нашей современной истории. Везде ЛДПР дает свои предложения. Иногда они реализуются. Семь федеральных округов. Мы раньше об этом сказали. Мы рады, что это было сделано. Это как бы укрепляло страну. Армия сегодня. Мы об этом говорим давно уже. Сельское хозяйство есть подвижки. Но все равно. Бьем по рукам. Весьма это сельское хозяйство. Даем полтора процента бюджета. Весь мир дает три. Ну почему мы не даем столько, хотя бы, как все в мире дают? Это же наше продовольствие. Понимаете, продовольствие не просто опасно. Мы его завозим. Могут прекратить завозить. Но там качество низкое. Там ГМО сегодня много. Что такое ГМО? Генномодифицированное, да? Это бесплодие. Это бьет по самому главному. Люди перестанут размножаться. С точки зрения всего человечества. Можно еще найти что-то правильное. Потому что семь миллиардов планета не выдерживает. Скоро будет 10. Но мы почему должны? У нас и так не хватает населения. Мы зачем кушаем продовольствие с ГМО? У нас и так 6 миллионов бесплодных пар. И здесь мы единственные боремся. Мы даем предложить. Дальний Восток. Наша программа. 22 пункта. Ничего не делают. Сделали свое. Какие-то территории с опережащим развитием. Ничего не получится. Через 5 лет скажут. ЛДПР была права. То есть мы дали рецепты. Конкретные предложения. Проекты законных. Но после 25 лет мы дали более 2 тысяч проектов законов. Принято только 400. За все эти 20 лет. 40 в год. Там даже меньше. 20 в год. И то в основном с кем-то вместе. Если Единая Россия участвует, тогда еще могут принять. А чисто наши технические законы. То есть мы предлагаем, обещаем, говорим, но у нас не хватает полномочий реализовать программу. Мы не стали президентом. Это не наше правительство. У нас нет большинства. И это иногда избиратели не понимают. Они воспринимают Москва, власть. Все. Как при царе. Там царь. Вы там сидите бояре, князья, депутаты. Вот все и решаете. А у нас уже демократия. Вот это вот мешает избирателям правильно оценить, что мы хотим, но не можем. Потому что у нас нет большинства. Вот избиратель сейчас хочет услышать наверняка каких-то конкретных предложений по поводу того, как жить дальше. Вот самый главный вопрос. В той ситуации, в которой мы оказались. Вот вы абсолютно правильно сказали по поводу сельского хозяйства, которое совершенно не в лучшей форме сейчас находится. Это еще и говорили, когда мы в ВТО вступали, что у нас будут определенного рода проблемы. И сейчас, когда мы говорим, что мы должны развивать свое собственное сельское хозяйство для того, чтобы самим себя прокормить, банально, не получая каких-то вот тех самых генномодифицированных продуктов, как вы сказали, из-за рубежа. Я думаю, избиратель, ваш в том числе, хочет услышать, справимся ли мы сейчас. Мы справимся. Мы побеждаем. В истории России за 1152 года мы всегда выходили из трудностей. Вопрос, зачем создавать эти трудности. И какой ценой мы выходим из этих трудностей. Вот 41-й год. Надо было понимать, что война неизбежна. Значит, нужно было начать 20-го июня. И да, война бы закончилась бы в Польше. Все. Немец сюда бы не прошел. Ибо у нас было солдат больше, танков больше, сторонов больше. Все было больше. А если еще Франция что-то сделает, Британия и Америка в конце 41-го вступают в войну. Все пошло по-другому. Значит, в чем причина? И сегодня не хватает высокообразованных, высококвалифицированных специалистов. На всех местах. Вот сельское хозяйство. Почему юрист руководит? До него кардиолог. До него еще кто-то. Ну, слушай, специалисты должны быть. Даже у меня больше знаний в сельском хозяйстве. Я и кроликов держал, и куры. Сейчас у меня скотный двор есть. Там и корова, и козы. Я всю жизнь этим сам занимаюсь. И то я считаю мало знаний у нас. И посмотрите, к чему мы пришли. Семена оттуда везем. Почему разгромились свои семеноводческие хозяйства, свои коллекции. Животоводство то же самое. Удобрения. Все отдали туда. Я бьюсь за это много лет. Это зачем? Это наш газ. Это зачем? Цены нужны нам, какие-то там колеблются. Газ наш. Из него мы делаем удобрения. И завалите удобрениями все сельскохозяйственные предприятия. Не делают. Все гонят туда. Сколько угодно туда. А все, что останется своим, и дороже, чем назад. И много лет я бьюсь. Он в Мурманске, я его фамилию сейчас немножко забыл. Гуриев или как-то его. Он держал фосфатные удобрения. Уралкалий. Вся страна знает. Селитра. То есть, мы страна, у которой свои удобрения. Мы все отдали Европе. Это зачем делается? Я считаю, это просто как диверсия. Кто-то наживается просто. Не думает о стране. То есть, не хватает людей, которые, как бы, по государственному мыслям. Программатично. Удобрения своим. Вот будут излишки, продадим на Запад. Это же вот должно быть. Посмотрите. Постоянно барахлет, переработка. И сельхозпродукции, и нефти. Вообще все. Все, что дерево. То есть, почему мы не можем наладить переработку? Ну, смотрите. Вот мы сидим в мебели. Но мы что, не можем сами вот такую мебель делать? Ну, а даже в колониях сидят люди и делают прекрасную мебель. А уж на свободе-то. Даже получше, наверное. Да лучше делают. Нет, закупается все за границей. И здесь, я уверен, все куплено за границей. В Госдуме рядом. Все из Италии. Вы понимаете? Вы даже в этом ошибка. Я понимаю, технологий не хватает. Я понимаю, мы не можем пока делать мерседесы. Но табуретки-то мы можем делать. Это столики, кресла, кровать. Всю мебель. Ничего не должно ввозиться из мебели. Из продовольствия. Удобрения. То есть, у нас очень много своего. Тогда нам валюта не нужна. Вы понимаете, что сейчас идет борьба? За валюту. За валюту. Она была бы не очень нам нужна. Вот. Вот смотрите, сейчас заводы сборочные у нас. Они прекращают поставлять запчасти для сборки. Не запчасти, а, собственно, комплектующие. И что будем... А, все заводы становятся автомобильные. И под Калугой, и под Питером, в Калининград. Вот. Это что такое? Так, ЛДПР говорила это 20 лет. Сокращайте импортозамещение. Наоборот, все делали. Увеличили. Сегодня приблизительно 70% мы закупаем, значит, комплектующие за рубежа. Ну, уже вообще 5% не больше. Кану же все в Китае делается. У нас с Китаем вроде все в порядке. Да, да. Но и это опасно. Тоже низкого качества. Мы сами можем. Уж здесь-то у нас. Ну, посмотрите, вот. Я в последний раз купил Волгу. Ее почему-то назвали Сайбирия. Сибирь. Сайберия. Ну, что это? Вообще прекратили выпускать. Уже автомат-коробка у нее. Мы сами себе создаем проблемы. Я уверяю, наши граждане будут покупать наши жабули, наши москвичи, наши Волги и так далее. Если качество будет соответствующее. Даже с этим качеством. Цена будет низкая. Цена будет дешевле. На экспорт идти. Я занимался Ираком. Саддам Хусейн мне говорит, я куплю у вас Волк для такси на 3 миллиарда долларов. Я звоню Нижненову городу директору завода. Лебедев фамилия. Вот, заключайте контракт срочно. У вас купят за валюту. Кадатин мне говорит, я куплю ваши москвичи. Ибо такого же класса машины я покупаю в Европе и им плачу там 3 тысячи евро. Зачем? То есть даже наши машины с нашим не очень хорошим качеством и на экспорт идут. Не делаем. Не делаем. Швейные машинки Подольск. Ручная швейная машина. Или ножная. Африка говорит, мы вас возьмем. Нам электронные машины, 20 операций из Японии не нужны. У нас света нету в деревнях. Так мы не делаем этого. То есть у нас все может идти на экспорт. Лишнее. И завозить почти ничего не надо. И взаимовыгодные связи. Главное, что мы сделали вывод ЛДПР. И сегодня это видно. Неправильное направление внешней политики. И царь, и советская власть. Мы рвемся на запад. А там отторжение. Вы понимаете, мы как муж с женой, который несовместимый. Нет, вы будете жить вместе. Но не могут они жить вместе. Это же уйти в разные квартиры. Сейчас все наоборот уже как раз перемещается. Вектор, я имею в виду. Да, да, да. Вот только сейчас началось. Вот сейчас началось. Мы поехали на восток и на юг. Президент поехал в Пекин. Заключил массу соглашений. И в Турцию. Так мы-то говорим ЛДПР давно. Но восток меня меньше интересует. Там можно, конечно, Япония, Южная Корея, Китай. Меня интересует южное направление. Турция, Иран. Две страны. Это население, как у нас, по 70 миллионов, 140, 150 миллионов. Юг. Все, что нам нужно с юга, мы можем там взять. Мы не должны везти мясо и что-то еще из Бразилии, с Латинской Америки. Вино. Зачем мы это делаем? Наш Кавказ северный. Закавказье, Азербайджан, Грузия, Армения. И Иран, Турция нам все поставят. Фурами. Фурами в холодильниках все придет в Москву ночью. Все разгрузится. На прилавках, магазинах будет лишать дешевые товары. Продовольствие все. Нет, везем за три моря. Неужели чилийское вино, все-таки привезти 26 часов в самолете, это дешевле, чем то же самое вино взять, так сказать, на Северном Кавказе, Кубань, Азербайджан, та же Турция. То же самое вино я все это пил. Это чиновники делают. Им нужны заграничные контракты, чтобы были заграничные банки, в командировку ездить и там откаты оставлять уже на месте. И специально закладывается такая формула внешнеэкономических связей, чтобы держать Россию в узде. Вот будете против нас идти, мы прекратим поставки. Вот сегодня останавливаются автозаводы. Вот, пожалуйста, вот удавка. А зачем нам это нужно с вами? Нам зачем отверточная сборка? Ну что, своих нет мозгов. Мы КамАЗ запускаем? Так давайте такие же автомобили делать. Вот была АКА, давайте ее доведем до народного автомобиля, как Фольксваген, и поставим ее, допустим, 70 тысяч рублей, да в кредит еще на три года, по 20 тысяч, по 30 тысяч в год. Это получается там 5 тысяч, сколько мы там, 5-6 тысяч в месяц. Все ее купят. А кстати, а как вам ее мобиль? Ее мобиль очень мне нравится тем, что он тихий, чистый, там электродвигатель, подзарядка дома. Мне дали устройство в обычную розетку. Он быстро заряжается? Конечно, ну как электробритва там, постоит час. Ну хватает ведь на 300 километров, если скорость небольшая. Если большая, то 50. А я иногда в субботу прокатиться, мне хватит 20 километров проехать, там или 30, поэтому это для меня не проблема. То есть можем, все можем делать. В Беларуси, кстати, сделано. Там дешевле. Более дешевая рабочая сила и комплектующие. И весь сделан из наших. Ничего импортного нет. Вот, пожалуйста. Ну кто мешает вот так делать все машины, а не останавливать их из-за того, что нам теперь остановят поставку комплектующих. Вот это все проблемы ЛДПР ставило постоянно. Возьмите гуманитарные проблемы. Я говорю о том, чего не делают вообще другие партии. Даже в повестке дня нет. Например, роль мужчины в российском обществе. Единственное общество в мире, страна, где роль мужчины занижена. И это проблему составляет. Не просто физиологическую, что не хватает мужчин для вступления в брак нашим женщинам. Но в воспитательном процессе образование, школы, вузы, врачи, судьи, комиссии по делам совершения, нету мужчин. Вы понимаете, что мы провоцируем рост преступности среди мальчиков. Нету отца, и он встречается только с женщинами. Это имеет огромное значение. Мы этот вопрос поднимаем. Надо, посмотрите, вот, допустим, у нас половина выпускников вузов работают не по специальности. Но самое страшное, что половина женщин, даже больше, вообще не работают. И правильно, они дома с детьми. У меня родственница, двое детей. Куда она работу нападет? Лет 15 она будет поднимать. Так зачем мы ей образование дали? А парень не смог поступить. Потому что место занято, да? Он где-нибудь уже в преступной банде. Она дома сидит, а образование не получил парень. Он, значит, оказался в криминальной среде. Это кто нам мешает так? Вот я вуз когда заканчивал свой, по конституции мы не имеем права дискриминировать. Но было указание негласное. Принимать только мальчиков. Потому что востоковедов, девочек в странах Востока, Турции, Иран, Арабы, не воспринимают. Там нельзя, чтобы женщина села рядом. Вот мы здесь сидим, нельзя, чтобы она села рядом с нами. Как она будет переводить нам с вами? Как переводчик. Ну мы с вами прекрасно на русском языке. Я говорю, если я турок, а вы русский. И вы взяли переводницу девочку. Я плохо буду ее воспринимать. И к вам отношение у меня будет уже хуже. Автоматически. То есть негласно принимали в основном мальчиков. В общем, 100 принимают, девочек 10 человек. И ни одна из них не работает. Ни одна из них востоковедом не работает. Потому что нет работы для девочек в странах Востока. Это проблема. И никто у нас ее не решает. То есть послы не знают страны. Не знают языка. Это тоже имеет значение. То есть кадровая работа. Нужны хорошо подготовлены. Они есть подготовленные. Но вовремя их поставьте на нужные, так сказать, ключевые посты. И только ЛДПР этот вопрос поднимает. Возьмите такой вопрос вообще. Допустим, половое воспитание. Сейчас передачи идут. Где-то там конфликт. Родители. Что-то там ребенок не хочет. За границей это происходит. Ребенок не хочет посещать уроки полового воспитания. Якобы рано ему еще. У нас вообще никакого нет воспитания. Я прочитал лекцию в одной из московских школ. Написал министру образования. На телеканалы все. Ну, пустите это как учебное пособие. И дети их хорошо воспримут. Товит ничего такого откровенного, чтобы это как-то, может быть, влияло отрицательно. Но там рассказано доступным языком то, что они не могут услышать от родителей. Не могут взять с каких-то передач. Ничего не делается. Только скулеж. Вот мы не можем наладить половое воспитание в школах. Ну, а кто виноват? Я вам прочитал лекцию уже. Как она должна быть построена. Это ведь проблема. Понимаете? Это все здоровье духовное. Здоровье, так сказать, всей нации. Всего народа. Этнические проблемы. Религиозные проблемы. Здесь тоже нужно квалифицированно все подать. Ведь люди не понимают. Какие-то суниты, шииты. Какое там различие. Почему? Какие возможные проблемы здесь? А ведь сегодня же молодежь едет воевать. Понимаете? Для них это как в наше время Испания. Вот там с фашизмом боролись. Либо в Вьетнам ехали, там не знаю, на Кугу. Сейчас едут на Ближний Восток. Граждане России. И выступают за этих боевиков. Самое реакционное, что есть сегодня. Вот исламские большевики. Или на Украину едут. Биться против наших ополченцев. Вот в чем проблема. Наши русские националисты. Вам не кажется, что это проблема образования? Конечно. 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 Потому что нет ни одного предмета, посвященного этой теме. И специалистов нет. Нельзя московскому учителю хорошо знать национальный вопрос. Почему я хорошо его знаю? Я жил в национальных регионах 20 лет. Это же имеет значение. Я там прошел в детский сад, школу, в быту, в магазинах, в бане, во дворе. Я видел, понимал, видел причины каких-то неурядиц, столкновений. Но здесь, в Москве, просто в библиотеке книгу, что-то там полистать, ничего не получится. Надо поставить людей, выходцев из Средней Азии, из Закавказья, с Украины. Ну что, посол на Украине Черномырдин, сейчас Зуравов. Ничего не понимают в Украине. В славянском вопросе. Черномырдин покойный, ГАЗ, молодец. Но Украина-то не ГАЗ. ГАЗ, у нас договорятся, Миллер. Тут не нужен посол на Украине. А Зуравов? Обычный предприниматель. Вот мы и потеряли Украину. Где специалисты? Последствия советской власти. Последствия коммунистической идеологии. Последствия интернационального воспитания. А сегодня везде национальное воспитание. Только русские оказались в дураках. Везде националисты в бывших советских республиках. А русские все еще всех считают братьями. Конечно, это хорошо, чтобы было доброе отношение ко всем людям. Но посмотрите учебники истории. Как там показана роль русских. Мы везде колонизаторы, оккупанты, эксплуататоры. Я поднял родословную своей семьи по линии отца. Значит, дедушка. Выписка из домовой книги. Фамилия, имя, отчество и дальше. Социальное положение. Крупный предприниматель, запятая. Фабрикант, запятая. Эксплуататор. Вот так советская власть определила владельца небольшой фанерной фабрики в Костополе. Вот. И за это моего отца, моего, направляют в Сибирь, в трудовой лагерь. Это что такое делала советская власть? Хорошо, я не сродился в России. А если бы я оставался бы сегодня в Костополе? Сегодня я бился бы с русскими, потому что я мстил бы большевикам за то, что деда немцы расстреляли, а отца в Сибири держали в лагере. Это советская власть сделала. Это ошибки ее. Нужно было их признать в свое время. Попросить прощения или просто как-то дезавуировать. А сегодня все это всплывает. Я, конечно, сегодня против националистов на Украине. Но их породила советская власть. Скрыли преступления бандеровцев. Никто не знал, что это такое. А, значит, разрешили вот сейчас, последние 20 лет, поливать грязью русских. Вот последний случай итальянского журналиста арестовывают, задерживают в Таллине. Он не русский. Он не украинец. Но за то, что он хотел в Таллине выступить с лекцией о том, почему не надо бояться России, его из натовской страны Италии, член Евросоюза, задерживают. И вышвыривают из Эстонии. Это какие времена живет. Как раз общался с ним накануне. Да, жилет у Кьезы. Жилет у Кьезы. Он очень сильно удивлялся тому, что он вспоминает времена Советского Союза, времена Холодной войны, и говорит, что тогда такого безобразия не было. Конечно, конечно. Тогда даже информационная политика, которая ведется сейчас, и на Западе, где вы за последние, наверное, полгода и слова не услышите про Украину. Там уже забыли все, что это такое. И та информационная такая вот негативная волна, которая идет в сторону России, такого не было во времена Советского Союза, говорит господин Кьезы. Да, да, да. Везде давали объективную информацию. Где-то радиостанция «Голос Америки», «Свобода», что там пытались. И то, там я слушал их, там не было такой вот ярой антисоветской пропаганды. Мы сейчас говорим... Там сообщали о фактах. Кого-то там не уволили, не так. Кто-то там какие-то испытывает трудности, но просто такая оголтелая антирусская пропаганда, как сегодня, никогда в жизни не было. Подразумевается ли сейчас, что мы идем, а может быть уже пришли к тому, что появился новый железный занавес, который отделяет нас Россию и Западный мир? Либо он всегда существовал, мы просто его не замечали за последние 20 лет? В принципе, это опять же ошибка наших историков. Борьба с Россией идет ровно 300 лет. В 2017 году будет 300 лет, когда в Париже в 1717 году собрались масоны. Ну, это ложи политические, кружки политические. Со словом масон начинают бояться. Что такое масон? Каменьчик. А кто такой? Ну, кружок. Вот мы с вами антирусской направленности, вот у нас кружок. Значит, мы боимся России. А другие Британии боятся. А третьи там против кого-то там, против негров. Вот они собрались, масоны, и сказали, кто враг сегодня для Европы. Вот так показали, вот там, на востоке. Петр Первый прогласил уже империю. Мощная страна, победы. И они все испугались. Вот мы даже не знали, что наконец на востоке появилось какое-то мощное европейское государство. И начали бороться с нами. Все войны, все революции так или иначе касались России. Против России. Даже когда мы шли на помощь к ним, та же Австро-Венгрия, восстановили их императора, венгры и австрийцы недовольны. Они хотели республики, а пришла русская армия, 1848 год, восстановила. Или мы шли там, бились с Наполеоном в Швейцарии. То есть мы спасали от турок болгар. Нами турки недовольны. И болгары тоже против нас. То есть мы не должны были двигаться на запад. Это была ошибка. Только на юг. Только на юг. Или, значит, какие-то иметь преимущества на территории Турции и Ирана. Или с ними иметь очень такие тесные экономические связи. И ни шагу на запад. Пропади пропадом Финляндия, Польша, Венгрия. А сейчас для нас закрыто это... Ничего не закрыто. Но они их настроили против нас. Но это, имеется в виду, часть элиты. Народ нас любит. Потому что мы все-таки освободили Европу от фашизма. А они все были под пятой. Но остаточно в умах дедушек и бабушек кто-то воевал на Восточном фронте. Всегда. Во всех мировых войнах. И погибал. И, конечно, небольшое, отрицательное отношение есть до сих пор. Как у турок. Мы с ними уже не воюем 70-100 лет. Но дедушки и бабушки-то вспоминают. И внукам рассказывают. Вот русская армия пришла. Там Самсон, Арзером, Карл, Ардаган и так далее. Там были топили корабли турецкие на Черном море. Поэтому мы успешны наши победы. Но в умах соседей, финны возьмите, ноябрь 39-го мы начинаем с ними вооруженную борьбу. Это есть. Но это уже забывается. И, в принципе, конечно, к нам неплохо относятся. Сегодня больше ненавидят Америку. У Турции нет друзей. Она воевала с Грецией, с Болгарией. И Сирию сейчас мешает. И с Ираном у них противостояние. И грузины, и армяне. Поэтому в мире нет страны, у которой были бы только друзья. В основном враги. Как правило, это соседи. Или то государство, которое пытается доминировать. Но вот коррективы надо вносить. С Западом поддерживать любые отношения. Но не пытаться туда идти. Потому что там нас не ждут. И всячески боятся. И не хотят. Надо двигаться на юг и на восток. А с Западом культурно-спортивные отношения. Владимир Вольфович, я в заключении нашей с вами беседы хотел попросить вас, проанализировав ту ситуацию, которую мы имеем к настоящему времени, все-таки попробовать сделать прогноз на следующий год. Все-таки такая у нас с вами новогодняя беседа получается. Давайте того, что бы вы пожелали россиянам. Я всем гражданам нашей прекрасной страны желаю, чтобы мы с вами хорошо думали о нашей стране, о уходящем 14-м годе. Это был прекрасный год. Год великих политических свершений. Год, так сказать, когда мы пережили финансовый Майдан. Мы нашли, так сказать, источники тех провокационных действий, которые трясли нашу национальную валюту. Теперь это богатейший опыт. Мы имеем и в 15-м году, я уверен, что будет тише, спокойнее, стабильнее. И успокоится наша валюта. И проблемы с нефтью. Потому что Запад, лице Америки, увидел, что теперь все, что плохое сделали против России, бьет и по ним. Потому что мы реально имеем с вами глобальную экономику. Если плохо в России, автоматически плохо становится и на Западе, поскольку сегодня мировая экономика это общее тело. Если нога заболела, весь организм чувствует. Рука занемела, весь организм чувствует. Но это они не могут с нами бороться экономически. В военном отношении тоже. А морально, психологически, интеллектуально и, так сказать, в плане культуры мы их превосходим. Поэтому я желаю всем радоваться. Успехам нашей страны гордиться. Мы запустим еще мощные космические ракеты. И спутники нашей армии станут еще сильнее. И желаю всем нашим гражданам выбирать правильно профессию, выбирать правильно спутников жизни. Ни в чем не отчаиваться. Проблемы по всему миру. Кризис во всем мире. Всем везде тяжело. Везде террористы действуют. Где-то какие-то взрывы. Какие-то катастрофы природные или дорожно-транспортные происшествия. Но у нас в стране обстановка ухудшаться не будет. А будем надеяться только на улучшение. Всех с Новым Годом. Владимир Вольфович, спасибо за поздравления. Вам также успехов и удачи.